На видео, снятом жителями поселка Комсомольского Павловского района, ста лебедей-куликунов плечется в речке. Несколько часов спустя этих же птиц не узнать. Со слипшимися перьями, покрытой маслянистой жидкостью, напоминающей подсолнечное масло. Беззащитное. Смотри. Валенту куторно уходит. Ольга Хапкова, руководитель зоозащитной организации «Ангела на обочине», говорит, «Первых птиц» в одну из барнаульских ветклиник привезли местные жители. Отяжелевшие крылья мешали пернатым улететь. До вечера удалось собрать еще несколько особей. В клинике их стали отмывать. Остальных лебедей отлавливали и перевозили в Барнаул до поздней ночи. Вот эти лебеди еще живые, еще им нужно помочь. Еще более-менее активные. А там уже лебедь, уже мертвый. По словам орнитолога Алексея Эбеля, птица погибла, скорее всего, от теплового удара. Пропитавшиеся маслом перья уже не спасали от жары, а температура в тот день была выше плюс 30. А вот и сама ловушка – отстойник бытовых отходов рядом с поселком Комсомольским. Кто-то вылил сюда неизвестную пока жидкость, возможно, связанную с переработкой подсолнечника. На запах семечек, по мнению орнитолога, и слетелись птицы. Видели, вроде бы, местные жители 17 птиц. Мы насчитали 16 дорожек выхода из этого масляного пятна. Но удалось найти всего 12. То есть, где остальные, сказать сложно. Рядом с деревней собаки всякое могло быть. Оставшиеся в живых лебеди пока приходят в себя в вольерах. Их приютил владелец клиники. У двух, говорит Эбель, ожоги и раны, но остальных можно будет выпустить уже на следующей неделе. Они, скорее всего, отправятся в Кислухинский заказник рядом с Барнаулом. Перед этим ученые их окольцуют. Причем на кольцах напишут имена, которые дадут лебедям спасавшие их волонтеры. Между тем, прокуратура Павловского района уже начала проверку, в ходе которой предстоит выяснить, от какой именно жидкости пострадали пернатые. И если слили эту жидкость в отстойник незаконно, кто должен будет нести за это ответственность. Илья Кочетков, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. Наши новости.